В течение полутора лет власти Приморья приобретут 10 асфальтобетонных заводов, чтобы увеличить объем асфальтирования дорог. Для ремонта автомагистрали в этом году край получит более 200 единиц специальной техники. Подробнее о развитии транспортной инфраструктуры региона поговорим с начальником отдела контроля и приемки работ Приморского управления автомобильных дорог Никитой Дмитриевым. Здравствуйте. Никита Владимирович, скажите, сколько дорог Приморского края привели в порядок за последние годы? С 2015 по 2022 год на дорогах края отремонтировано порядка 760 километров автомобильных дорог. Для примера, если у нас в 2015-2016 годах ремонтировалось порядка 35 километров в год, то благодаря национальному проекту безопасной и качественной дороги уже с 2018 года начались наращивания темпов. Так, в 2018 году уже отремонтировано 61 километр дорог, в 2019-м 104, в 2020-м 159, в 2021-м 173 и, соответственно, в 2022-м 191,5 километр. В 2023 году у нас отремонтировано 200 километров автомобильных дорог. Приморский край имеет свою геологическую специфику. Насколько сложно строить здесь дороги и какие технологии применяются при строительстве? Да, безусловно. Приморский край, можно сказать, уникальный край в плане климата, в плане геологии. Так, например, наши знаменитые перепады температур, которые зимой у нас может быть плюс 2 и минус 20 одновременно. Также летом у нас зачастую проходят тайфуны. В крае очень сложная геология в том числе. Чтобы решить эти проблемы, применяется современная дорожно-строительная техника. Применяются также цифровые технологии, которые помогают контролировать процесс выполнения работ. Ну, в частности, те же квадрокоптеры, которые позволяют просто пролететь дорогу вместо того, чтобы пройти участок ремонта. То есть вы во время ремонта отслеживаете этапы ремонта с помощью квадрокоптеров или диагностику перед этим? Это делается диагностика автомобильной дороги, то есть пролетает полностью квадрокоптер, проезжает машина, которая выдает нам полностью видеопаспорт автомобильной дороги и выводится все в программу на персональный компьютер. Очень удобно. Очень удобно. То есть я, находясь у себя в кабинете, могу, в принципе, посмотреть, что было, условно говоря, на момент диагностики автомобильной дороги. А после того, как дороги уже сделаны, можно это как контроллер такой дополнительный использовать? Безусловно, можно. И у нас, в принципе, в планах ежегодно проводить данную диагностику. Ну вот давайте тогда теперь вспомним 20 лет назад. Могли бы мы говорить вообще о таких технологиях, о том, что это возможно? Ну, 20 лет назад, наверное, мы даже представить себе не могли, что такое может быть, что я, находясь, условно говоря, во Владивостоке, могу увидеть, что происходит в Хасане или в том же Лазовском районе. Также, безусловно, появились новые инструменты для проведения геодезических работ. То есть если раньше это проводилось, можно сказать, вручную, теодолитом и нивелиром, то сейчас специалист-геодезист, имея с собой GPS-оборудование, практически один может пройти и, ну, я думаю, что раз в 10 быстрее обработать эти результаты, которые были бы получены с помощью теодолита и нивелира. То есть теодолит и нивелир уже все? Это уже пережитки прошлого? Уже не используется. Тахиометр не так актуален к GPS-приемникам. Вот. Также подрядчики у нас при строительстве, ремонтах применяют, ну, пытаются, так скажем, применять, не все еще могут ее применять, но некоторые подрядчики выходят на этот уровень. Это так называемая 3D-система, когда на дорожно-строительную технику устанавливается 3D-гезодезическое оборудование и с точностью там до доли миллиметров выводится земполотно, ну, отметки, толщины и, грубо говоря, оператор просто следит, чтобы никуда ничего не сбилось. Ну, технологии так довольно значительно шагнули вперед. Какие планы на будущее? До 2028 года планируется отремонтировать порядка 632 километров автомобильных дорог Приморского края. Помимо этого продолжатся работы по строительству автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт-Восточный с выездом на Царевку. Также будут продолжаться строительство новых автомобильных дорог в Туркластере-Приморье, что в бухте Муравьины, и будут проводиться реконструкции аварийных мостов. Приморский край у нас очень автомобильный регион, очень большая нагрузка на дороги. Насколько увеличится трафик, как вы считаете, когда появятся новые дороги в регионе? Ну, я скажу так, что трафик у нас ежегодно увеличивается, можно сказать, в геометрической прогрессии. То есть, Приморье, он как туристически привлекательный регион, и также у нас обширная приграничная зона, вследствие которой увеличивается, можно сказать, даже не ежегодно, а ежемесячно грузопоток увеличивается. Ну и как следствие, чем лучше будут дороги, тем больше будет, тем населению будет удобнее добираться до места массового отдыха, также будет проще грузоперевозчикам осуществлять свою деятельность. Ну, как следствие, просто сам по себе это естественный процесс, что чем лучше дорога, тем более увеличивается трафик. Но вот когда строятся эти дороги, учитывается возможность увеличения трафика в разы? То есть, выдержат ли наши новые дороги? Безусловно, когда строится новая дорога или реконструируется существующая, то это делается же не просто так, а в соответствии с определенной проектной документацией, которая разрабатывается в том числе на перспективу. То есть, в эту проектную документацию заложен расчет, который учитывает перспективную будущую нагрузку. Вследствие этих расчетов производится расчет дорожной одежды, который необходимо будет сделать, чтобы автомобильная дорога прослужила как минимум без ремонта 12 лет. Сейчас по Нарвантиву у нас межремонтный срок составляет 12 лет. Это текущий ремонт. Капитальный ремонт, промежуток между проведением капитального ремонта составляет 24 года. То есть, проектная документация, она с тем и разрабатывается, чтобы дорога простояла вот это время. То есть, там учитывается и трафик. Безусловно. Можно чуть-чуть подробнее? Интересно просто. То есть, это даже ямочный ремонт 12 лет не будет проводиться? Нет, ямочный ремонт у нас, согласно классификатору, он относится как к работам по содержанию автомобильных дорог. Безусловно, могут появляться какие-то ямки, потому что погода дает о себе знать. Также дождем выбиваются некоторые щебенки. Это все процесс содержания, грубо говоря, для примера, как помыть машину. То есть, просто процесс содержания. Ремонт тут имеется в виду, ремонт именно, полноценный ремонт дорожной одежды или земляного полотна. Может быть, вы наблюдали, как у нас сейчас происходит в крае ремонт. Мы полностью заменяем слои дорожной одежды, то есть, проходит фрезой. То есть, верхний слой полностью снимается? Верхний слой, нижний слой при необходимости. Возможно, земляное полотно меняется. То есть, вот эти работы, это именно работы по ремонту. Вы автомобилист? Да. Как вы оцениваете дороги Приморского края и вот эти новые дороги, которые строятся? В целом, дороги края, конечно, далеки от идеала, но учитывая динамику ремонта и строительства работ, я думаю, что мы все-таки дойдем до, если не идеального, то хорошего состояния дорог. Спасибо большое за интервью. О ремонте и строительстве дорог говорили в студии РБК Приморья. Ну и все. Спасибо. Дебют. Спасибо.